трансляция идет зрителей 0 хотя было если я не ошибаюсь рекордное количество регистрации на мероприятие целых 4 и это не считая моего второго профиля коты залетели хоппер привет тут можно здороваться кому-то помогать максим привет ну-ка тоже помогаю да нормально новые функции познаю здравствуйте без silent 15 в общем люди подтягиваются потихонечку это хорошо я пока расскажу что за стрим и что сегодня будет происходить немного вступительных слов хотя если вы читали описание то вы и так знаете спасибо за лайки кстати я их вижу мне приятно во первых напишите не слишком ли громкая музыка я включил ту же самую подборку которая была на предыдущем разговорном стриме на том про годовщину и 50 юбилейный стрим просто love и аниме с того же самого места на котором остановился в прошлый раз так что если тот стрим с этим пустить подряд то музыка плавно перейдет из одного в другое в общем если чай могу сделать потише погромче как угодно в общем начну с того что я приболел побаливает горлышко но вчера даже температура была кстати но к счастью сейчас ее нет и этот стрим до последнего часа был под вопросом он мог перенестись или отмениться из-за моего состояния но я все-таки подумал что раз уж он уже был перенесен с прошлой недели на эту и раз уж есть повод 8000 подписчиков и я мероприятия соту на которые даже несколько человек зарегистрировались то пожалуй все таки я решил его провести конечно голос у меня будет слабенький на на долго меня не хватит сколько продлится стрим я не знаю скорее всего недолго но я постараюсь по мере сил провести его полноценно стрим посвящен 8000 подписчиков как я уже сказал это рекордно быстрый период времени перехода от ну короче заново в этот раз я тысячу подписчиков набрал за рекордно быстрый срок вообще за всю историю канала прежде я наиболее быстро набирал подписчиков в начале ведения канала в первые года у меня набирались набиралось 1000 за полгода в среднем потом это редко сократилось например от 6000 до 7 шел год по моему или полтора что-то вроде того очень долго думал даже что не дойду но некоторые из вас могут помнить что стрим на 7000 подписчиков был не так уж давно именно в конце апреля а в начале августа уже стукнуло 8 это все благодаря стрельнувшим нет нескольким роликом про магическую битву те самые где я с картинками без голоса без лица просто сравнивал два аниме и персонажи из разных вселенных это мои одни из самых популярных роликов и благодаря им у меня резко возросли подписчики тоже тогда же и 7 пробилась и вот дошло до 8 всего лишь за сколько там три с небольшим месяца для меня это прям невиданный рекорд я даже думал пропустить стрим на 8000 и сделать сразу на 9 но у меня резко сократилась динамика подписчиков атака титанов пошла кстати ролик про атаку титанов внезапно стал популярным я обозревал мангу и предпоследний обзор набрал 100000 став самым популярным видео про атаку вообще на моем канале что вдвойне удивительно потому что самого начала с 21 еще года все мои ролики по атаке не залетали абсолютно практически все за редким исключением тут бат 100 тысяч и это тоже сыграло свою роль в восстановлении 8000 подписчиков за короткий срок почему я в прошлой неделе перенес стрим потому что восемь тысяч пробила еще две недели назад но на том стриме нет неделю назад прошлую пятницу было 8 до но тогда я решил его не проводить потому что побоялся что люди начнут отписываться сейчас одну минуточку потому что на 7000 подписчиков на стриме посвященным 7000 подписчиков у меня случился такой конфуз что прямо во время стрима я набрал ровно 7 может там 7 с небольшим и во время трансляции люди начали отписываться от меня как это часто бывает на самом деле от меня постоянно отписываются спасибо за 4000 лайков кстати я все вижу и ценю и получилось что в течение стрима у меня перестало быть 7000 подписчиков это было очень тупо поэтому в этот раз я решил на неделю позже провести стрим посвященный 8000 для того чтобы даже если во время трансляции прямо сейчас от меня будут отписываться люди чтобы они не успели отписаться в таком количестве чтобы концу стрима у меня все еще было 8000 в данный момент у меня 8027 подписчиков и я надеюсь что 30 человек от меня за полтора часа не отпишется поэтому даже с потерями 8000 все еще будет и название свое стрим будет оправдывать до последнего перестраховаться решил вот в принципе наверное это все я надеюсь вы там мне понаписали вопросиков в чат чтобы и мне было на что отвечать как в прошлый раз 7 зрителей уже неплохо я специально не стал заглядывать в чат пока говорил вступительные слова чтобы сейчас все это прочитать спасибо максим и бисан 15 за лайки уже целых 5000 за 7 минут внушительно для меня так блин только одни уведомления лайках а где и комментарии так с громкостью нормально выздоравливайте спасибо я даже чуть почувствовать и сделала потому что мне громковато всем спасибо я буду всем кто залетает махать может быть это будет людей мотивировать оставаться на стриме мне почему-то тик ток в чате начал оповещать буквально каждом лайки я пролистываю тут 25 сообщений не смысле сообщений самих а оповещение лайков там бисанин поставил лайк опер поставил лайк мы с ним поставил лайк а сообщение не видно вообще так вообще нет вы че нибудь пишите или только лайкайте мне только про лайки приходит оповещение офигеть и как это можно как-то настроить блин мне конечно приятно что вы лайки ставите на тик ток не решил просто о каждом конкретно взятом лайки оповещать и и не вижу сообщений нет хак иронично только от макса и все все остальные оповещения были о лайках это дать странно вы будете делать какие-то выводы по крд нет не буду потому что я пытался в свое время смотреть это аниме она мне не понравилось я посмотрел по моему несколько серий даже не целый сезон и я скипнул не смог досмотреть даже настолько сильно мне не зашло поэтому возвращаться к этому не собираюсь если интересно то у меня на канале есть коротенький обзор этого аниме в плейлисте прочее аниме а что насчет завтрашнего стрима будет ли он завтра ну посмотрю по состоянию мне хочется его провести с одной стороны потому что если я на протяжении этого месяца не буду ни разу пропускать стрим на твиче тогда я смогу до конца лета досмотреть второй сезон потому что 31 это суббота как раз лето заканчивается на субботе а у меня стримы по субботам и смотри вот завтра 10 потом 17 и 24 и 31 как раз четыре субботы в каждом стриме я смотрю по три серии то есть 12 серий а на прошлом стриме как раз закончу смотреть половину сезона то есть 12 серий и осталось еще половина 12 и все складывается идеально мне бы хотелось вот прям вот тютелька в тютельку закончить лето на концовке второго сезона я понимаю что там не будет сюжетной концовки потому что вторая история джоджу продолжится в четвертом сезоне но все равно символично будет и я надеюсь что я завтра проведу стрим но если мне прям совсем по плохие тогда конечно нет хотя мне ничто не помешает провести его и воскресенье например так что кому интересно подписывайтесь на дискорд а те кто там уже есть просто следите за оповещениями я обо всем напишу если не будет стрима напишу если будет тут тоже напишу а тут еще и реклама офигенно вы смотрели что-то необычное нет я смотрю только обычное ну по крайней мере из аниме блин странно вы перестали ставить лайки с одной стороны это освобождает чат потому что я теперь вижу сообщение у друга страны блин нет лайков они что же нужны нужно и то и другое какой у вас дискорд у меня в описании профиля есть ссылка на топлинг и в ней есть ссылка на дискорд среди прочих зайди перейди подпишись всем рад кстати следующий человек который подпишется на мой дискорд станет там пятидесятым участникам так что есть шансы алим привет странно что тик ток не предлагает мне помахать алиму вопросов у вас я так понимаю нет 50 а сколько людей пишет туда пишу я максим и все пишут двое иногда индра заглядывает изредка кто-нибудь еще но в общем так я вообще еще на прошлом стриме говорил что у меня в последнее время дискорд превратился как будто в личку с максимом там только мы переписываем серии в нем и какие-то кидаем и все и реакции ставим друг на друга хотя можно то же самое и про то сказать т.т. ты прочё пишите задавайте свои вопросы стрим разговорный я конечно понимаю что с прошлого разговорного на котором я много на какие вопросы ответил прошло слишком мало времени и возможно вот просто не накопились еще но уж постарайтесь что-нибудь придумайте потому что трансляция сегодняшняя зависит полностью от вас от того будете ли вы меня что-нибудь спрашивать потому что у меня у самого ничего не заготовлено и я могу говорить только при условии что будет какой-то какая-то обратная связь от вас хотя можно то же самое про тик ток сказать смысле что что тик ток то о чем типа про активность в тик токе но она спала хотя ну да спала потому что у меня вот до этого был период про который я рассказывал на предыдущем стриме что ролики про магичку зашедшие начали перетягивать на себя всю активность других видосов так продолжалось несколько месяцев что меня удручало но хотя бы радовало что хоть какая-то активность пусть на них но есть у меня каждый день было там 100 плюс уведомлений а теперь закончилась наконец-то активность на тех апрельских весенних видосах про магичку а на новых видео активность не появилась и получается что у меня теперь не там ни черта нет просмотров не не здесь и уведомление у меня набирается за сутки ну там 30 40 это печально вдвойне нужна новая жила нужные новые бэнгеры новые хиты что-то что снова поднимет мой канал со дна в очередной раз но я не знаю что потому что это каждый раз лотерея и никто не знает достоверно как работают эти алгоритмы тик тока да и вообще любые алгоритмы я зашла чтобы отвлечь от депрессии мне сейчас очень плохо можете что-нибудь посоветовать по аниме аниме от депрессии ну такие не знаю попробуй что ты смотрела давай начнем будем отталкиваться от этого что ты уже смотрела потому что я-то не ахти какой анимешник на самом деле я смотрел очень мало тайтлов которые можно буквально по пальцам пересчитать и они все очень популярны и скорее всего ты все и так видела поэтому не знаю но надеюсь все будет хорошо держись там у всех бывает бывают депрессивные эпизоды пусть все будет хорошо давай так хоть что-то дал ну можно что-то веселое спасибо большое вам за поддержку пожалуйста веселое аниме самое банальное первое что в голову приходит наруто но во первых там тоже есть грустные моменты но иногда клин клином вышибают например если у тебя депрессия ты слушаешь и грустную музыку тебе становится проще точно так же и с аниме например ты можешь посмотреть какую-нибудь грустное аниме или аниме веселое но с грустными моментами как например наруто и может стать лучше к тому же наруто этот очень большой сен м там много серий плюс он интересный захватывающий ты можешь просто включить утонуть в нем с головой туда уйти запойно там на несколько недель засесть за него пересмотреть весь посмеяться поплакать забыть обо всем отвлечься очень сильно помогает я думаю так что почему бы нет или например можешь не знаю если не сериал вот это смотрю чуть-чуть я что я смотрел ну атака титанов от депрессии я бы я в депрессии не советовал смотреть атаку титанов это точно услуга наруто магичка тоже нет че еще смотрел то тетрадь смерти ну нет наверное ван панчман вот первый сезон ван панчмана это угар и вот это чисто угар тупо поржать во втором уже не так но 1 до потом что не знаю ван пиф но он прям совсем огромное это прям если если отчаянно броситься мят заки может посмотреть почему именно сериалы аниме есть и полнометражные милот давай да точно мят заки и с этот который твое имя снял как его зовут ты забыл на кота синкой вот миадзаки и синкой посмотри их фильмы вообще любые можешь все посмотреть не все почти что хорошие вот в принципе наверное все что могу порекомендовать думаю все смотрели наруто ну тогда пересмотри пересмотри заново сначала ты смотрел боруто нет я читал начинал пытался читать боруто за донат в прошлом году нашелся чел который реально тогда начал мне кругленькую сумму за то чтобы я в эфире прочитал первый том боруто и я это сделал и запись этого есть на ю тубе кому интересно можете глянуть но дальше он донатить не стал на следующий тома и поэтому я не стал дальше читать все просто вот максим советует one piece однозначно особенно под конец ара когда они там пируют ну да ну блин вот и зато реально очень много это 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 дохерище просто это невероятно там можно не то что на неделе там на месяц и даже года можно засесть а я на втором сезоне застрял это и про что про наруто здравствуйте не могу найти ваш ролик про сасунару о да блин я помню кто-то в комментариях возможно ты писал или писала чтобы я отметил тебя под роликом я заметил комментарий прочитал его но забыл отметить если это было ты ну напиши свой ник я не знаю или давай еще проще добавься ко мне в дискорд ссылка есть в топлинке в описании профиля и там я скину прям сам виду прям сам тикток потому что я его нашел кому-то я в комментариях писал где найти этот ролик вот так что я могу его прям прислать ссылкой но если нет можешь найти сам или сама у меня на канале это наблюдение по наруто моя самая первая самая давняя рубрика находится в самом дальнем самом последнем но первом первом созданном плейлисте там надо прям полистать будет наблюдение по наруто таки называется зайти туда и там это наблюдение по наруто номер 72 по моему ну там по обложке можно будет понять на превью написано наблюдение по наруто номер такой-то и прям название что там саски никогда не любил сакуру чуть-чуть такое провокационное как обычно у меня и на фоне там тоже арты соответствующие там должно быть соски и сакуру поэтому думаю найдешь не сложно на самом деле берсерк смотрел нет и берсерка я тоже не смотрел но у меня есть манга которую я много раз уже показывал на стримах сейчас не буду еще раз это делать первый том который я купил больше года назад и так он у меня запакованы и валяется на полке потому что у меня там one piece который обозревать надо за донат алимовские и выкладывать обзоры и атаку титанов я 21 года собирался прочесть и только в этом году прочел поэтому до берсерка у меня руки такие не доходят к сожалению а я хочу именно сначала мангу прочитать и потом посмотреть аниме поэтому я не знаю когда это произойдет надеюсь что когда-нибудь произойдет в принципе наруто плюс саски токанон все так ну нет как бы объективно нет по сюжету то они не были вместе именно в романтическом смысле но если считывать подтексты тогда все становится очевидно и про нарусас у меня тоже есть ролик кстати один из самых популярных в десятке моих самых популярных видео есть видео про наруто саски по моему это вообще был мой первый тик ток набравший больше ста тысяч просмотров он довольно давний но там я прям объясняю почему наруто и саски это это больше чем bromance скажем так тоже можно найти в том же самом плейлисте наблюдение по наруто только номер и не помню либо либо еще проще можешь у меня на канале нажать на сортировку по популярному и там просто среди первых будет он самый я думаю что твое голосование насчет следующего аниме будет следующего аниме ты имеешь ввиду на твиче так это не скоро будет это будет через год когда я джоджу досмотрю очень долго еще до этого рановато думать даже hunter x hunter сага виндонде стальной алхимик это ты советуешь советуешь сайленту аниме или мне чё тут хумо привет тут стрим в честь восьми тысяч подписчиков разговорный стрим пиши свои вопросы чтобы ты хотел узнать и потому что комментариев мало мне не на что отвечать добавится к тимуру в дискорд ошибка переходить на видео через дискорд фатальная ошибка почему это кому сапинс чё это ты тут начал разводить ну-ка поясни поясни свою позицию я тебе лайки кручу от этого ничего не будет смысле ничего не будет плохого или хорошего и мне или тебе ну надеюсь ничего не будет плохого и что-то будет хороший от этого подожди смысле кручу то есть эти хочешь сказать почти 9000 лайков за 20 минут это фейк это не настоящие лайки не обманывай не ври я хочу только настоящие лайки алим берсерк хороший только первый сезон ну я очень не скоро это проверю если проверю вообще спасибо большое поищу да поищи напиши если найдешь напиши в комментариях как тебе по полку включил типа как на хомяке каком-нибудь автоматическая тапалка это прикольно нет если это тапалка то есть физически нажимаются лайки то тогда они наверное можно могут считаться настоящими спасибо тебе за это хорошо что такое гудай сейшит сухенко у кого ты спрашиваешь звук вопрос ли это тут даже нет знака вопросов кому-то обращаешься хому сапиенс к чему этот вопрос вообще ты не понятен а вы смотрели на на нет даже не слышал что это давайте хоть тогда алим давай добьем десятку добей своей тапалкой мне 10 тысяч лайков будет прикольно ну давайте что-нибудь давайте какой-нибудь контент блин 7 зрителей на самом деле обидно что не дотягивает даже до соотношения 1 к 1000 потому что у меня 8000 а вот все 8 зрителей стало нормально вы смотрели шаман кинг нет на удивление как-то это аниме для многих являющиеся аниме детства меня обошло стороной как-то в детстве я вроде бы натыкался но не смотрел как-то прошло мимо меня а сейчас как-то интереса нет существует множество других аниме которые интереснее чем шаман кинг мне кажется шаман кинг можно смотри вот ты либо смотрел это в детстве либо ты не будешь это смотреть вот я в детстве не смотрел и скорее всего не буду тетрадь смерти домой псташ смерти я смотрел даже два раза в разных дубляжа у меня даже есть своя собственная тетрадь смерти между прочим и у меня есть обзор на тетрадку на канале есть и рецензии на нее еще в моем телеграм-канале, где я пишу обзоры и рецензии на всякие кино, сериалы, аниме. Ссылка тоже есть в Топлинке. Тимур, сколько сегодня вы кошельков украли? Ну, ну, несколько, да, все у тебя. Только твои краду, Homo Sapiens. Больше ни у кого. Твои мне нравятся больше всего. Это аниме про девушку, одна няшка, одна рокерша, вокалистка популярная. Я про Нану. Это типа аниме Slice of Life, где просто бытовая жизнь показывается без каких-то замудренных сюжетов экшена. Типа про школьниц. Я про такое слышал. Нравится Аватаранг? Да, вот это один из моих главных сериалов детства. Я пересматривал во взрослом возрасте, и это просто шедевральный мультсериал. Я, конечно, не называю это аниме, но мультсериал потрясающий. Всем рекомендую. Вот Аватаранг и Наруто. Вот мои два главных сериала анимационных детства. Десять тысяч лайков и десять зрителей. Это меня радует. Это таки должно быть. Сколько аниме смотрели за все это время? Говорю, ну, где-то около десяти. Реально. Вот давайте я прямо сейчас при вас перечислю все аниме, которые я смотрел. Наруто. Давайте так. Я буду называть только те аниме, которые я смотрел до конца. Целиком. То есть, те, которые я начинал и забрасывал, не считаются. Итак, полностью я смотрел только Наруто. Тетрадь смерти. Ван Панчмен. Эхо террора. Коротенькое такое есть. Я тогда экспериментировал, искал разные аниме. Вот на такое наткнулся, посмотрел. Ну, так, средненько было. Атака титанов, разумеется. Ну вот, а, магическая битва. И что-то еще было. Было больше, я помню. А, какие еще аниме? Ну вот, сейчас Джоджо смотрю на Твиче. Ну, получается, целиком шесть. Я, скорее всего, что-то упустил, потому что я не все помню. Но, да, наверное, шесть аниме смотрел на данный момент целиком. Ван Пис я только читаю мангу. Джоджо еще в процессе просмотра. Ну и все, да. Получается, что все. Вот настолько я не анимеш. О, япончик, что за люди. Я как будто на полгода назад переместился, когда тут еще все были, включая тебя. Привет, лучший тиктокер в СНГ. И тебе, Тимур, тоже привет. А к кому ты обратился, вот, лучший тиктокер в СНГ? Сам себе или кому? Какие тут еще тиктокеры есть, по-твоему? Уж точно не к кому-сапиенсу ты обращался? Ну, сначала было нормально, потом немного грустно стало, потом все наладилось вроде. Это ты про что? Про нано все еще? Или уже про себя, может быть? Эхо террора переоценена. Да, согласен. Черный клевер, может, нет, не смотрел. Дорора, нет, не смотрел. Я какое-то время еще насматривал полнометражки, всякие культовые, типа того же Мияцаки и Сакона, уже упомянутых в этом стриме. Вот. А по сериалам, ну, вот это все. Наверное, это все. Человек-бензопила. Опять же, то же самое, что и с Клинком. Начинал смотреть, выдержал. Вот с бензопилой, я даже точно помню, что вроде бы 4 серии, и все, я дропнул. Мне даже меньше, чем Клинок понравилась бензопила. У меня есть обзор на нее, ну, впечатления свои в видео. И тоже в Телеграм-канале есть рецензия. Очень не понравилось прям вообще. Да, я уже год у тебя на стримах. Ну, и не только ты. У меня, в принципе, стримы всего год с небольшим длятся. Но ты, да, один из первых, но, к сожалению, не стабилен. Не всегда. Хотелось бы почаще тебя видеть здесь, так и в Дискорде. Можете отвечать? Могу. Если бы Итачи выбрал войну, а не клан, что было бы? Ну, была бы война. Ну, тут, конечно, это тоже альтернативный сюжет из разряда, что если бы... Ну, если бы Итачи выбрал Каноху и предал бы клан, началась бы, да... Точнее, наоборот, если бы он выбрал клан, не стал бы вырезать клан и пошел бы войной против Канохи, была бы гражданская война в Канохе между Учихами и всеми остальными. Она была бы кровопролитная, масштабная и глобальная. Она бы очень сильно ослабила деревню. Каноха перестала бы быть лидирующей деревней Ниндзя в мире Шиноби. На фоне этого, скорее всего, другие деревни воспользовались бы этим уязвимым положением Канохи и напали бы на нее. В итоге, из-за вот этой междоусобной войны и еще внешних нападок, была бы вероятность, что Каноху бы вообще разрушилась, пала. Никто бы не победил, я думаю. Все бы просто закончилось уничтожением деревни и весь сюжет Наруто пошел бы совершенно по другому пути. Полгода назад сидели с Хома с тобой в голосовом. Блин, Вайбова было. Мы можем повторить это, Япончик. Это не пропало, это никуда не делось. Это все возобновимо. Вы даже, в принципе, можете сюда подключиться вдвоем и так же Вайбова посидеть. Япончик, вы кто? Вот видишь, Япончик, что происходит, когда ты так долго пропадаешь? Тебя забывают. Вот только я тебе помню. В Дискорде больше никто тебя не помнит. Вот ты напишешь что-нибудь в ДС и скажешь, кто такой ты кто. Видишь, только я помню. Смотрел Паразита. Тоже пытался, тоже не понравилось. Где-то на половине, по-моему, бросил. Или раньше даже. Про Паразита тоже есть видео на канале. Все в плейлисте прочее аниме. Клинок вообще тема одной из лучших необычных мир и рисовка. Плюс сюжет очень интересный. Да, у Клинка есть плюсы, безусловно. Это большая аутентичность, очень красивая графика, рисовка, атмосфера и всякие там способности интересные персонажи. Ну, вроде как. Просто оно очень детское. Оно очень детское. И там есть некоторые из основных персонажей крайне раздражающие, бесящие меня. И... Просто, ну, я не мог смотреть. Оно слишком шумное, слишком громкое, слишком детское, слишком такое вот... Ну, мне не подходит. Мне просто не понравилось. Хотя я признаю плюсы, безусловно. Я понимаю, почему оно популярно. Я не говорю, что это плохое аниме. В принципе, просто мне лично не зашло. Но я все еще считаю, что это лучше, например, чем бензопила. Это лучше, чем паразит тот же. Ну, в принципе, из тех аниме, которые мне не понравились, наверное, Клинок... Клинок был бы в топе, как бы, лучше из худших. Вот так его назову. Клинок — это лучше из худших. А, вот я вспомнил, Евангелион я еще смотрел. Вот что я постоянно забываю. Это номер семь. Семь аниме я смотрел до конца. Но Евангелион мне тоже не понравился, к сожалению. Тимур, как вы относитесь к кабачкам? Отрицательно не люблю. А я влюбилась в пауэр из Человека-бензопила. Ну, не ты одна. Не ты одна. Если я все правильно понимаю, это та, которая вроде с рыжими волосами, да, и такими красными рожками. Она довольно популярна в Фантоме, да, и за его пределами тоже. Был бы забив, да. Токийские Мстители смотрели? Нет, тоже нет, но я наслышан, и он есть в списке. Человек-бензопила? Я ее не досмотрела, а довытерпел. Да, Человек-бензопила — это такое себе. Спасибо, Аста, за подписку. Добро пожаловать на канал. Сам Аста подписался на мой канал. Кстати, сегодня я как раз выложил нарезку с очень старого стрима, где мы еще выбирали, делали турнир на сильнейшего персонажа аниме, и там как раз был Айзен против Асты. И вот, видимо, победитель подписался на меня. Я думаю, возможно, государство огня исчезло бы, плюс новые войны, и та, значит, ценой клан остановил войны. Ну, это канон, да, так оно и есть, по сути. Homo sapiens просто всякий трэш в чат пишет, видимо, обился на меня за то, что я объективно доказал ему при всех в чате, что он был неправ со своим тестом, который я проходил на предыдущем стриме. Можно задать вопрос, нужно сайлент? Этот стрим посвящен тому, что я отвечаю на ваши вопросы, потому что в обычных стримах, где я прохожу турниры, там всякие тирлисты и тесты, я на вопросы мало отвечаю, поэтому здесь дерзайте. Хантер и Наруто лучшие. Ну, Хантер не смотрел пока. Я отправил запрос, или ты не про этот стрим? Нет, я про этот, я вижу, да, сейчас я дочитаю, долистаю до конца вопросы и приму. Все, Тимур, это Джотара во вселенной озвучив Донского. Почему? Хотя, я, наверное, пойму, когда устрою спешл стрим с просмотром озвучек Донского под Джоджи. Может быть, тогда пойму. А почему не прав, я не досмотрел. Что не досмотрел, кто не прав, почему, Алим. Хому сапиен слился. Да, к сожалению. Так я даже не отвечал. Это и называется слился. Я потратил свое время, выкатил огромную простыню, где все по факту разложил, а ты даже не удосужился поуважать мой труд и хоть что-нибудь ответить. Я даже отдельную ветку салтал я крайне редко создаю. Это вообще первая ветка в обсуждении в моем Дискорде и вот такая подстава от тебя. Не ожидал. Тебе стоит посмотреть Токийских Мстителей прямо на самое первое место для просмотра. Ну, когда я досмотрю в следующем летом Джоджо, я устрою опрос снова в своем Дискорде и, возможно, если не забуду, добавлю туда как вариант Токийских Мстителей и люди будут выбирать мне я. Почему Хомо не прав? Зайди в Дискорд. Смотри, давай так, для полноты понимания надо посмотреть мой предыдущий стрим, запись которого есть на Ютубе, особенно его концовку, а потом прочитать все, что я написал в обсуждении Дискорда, которое так и называется, почему Хомо Сапиенс был неправ в своем тесте. Я написал, ты ответил через время, я тоже ответил через время. А, ты копишь ульту, Хомо Сапиенс копит маму, набирает чакру, понял. Ну, буду ждать тебя, надеюсь, это случится в ближайшее время. Так, ладно, я дочитал до конца, вы, кстати, напоминаю, можете подарки дарить, потому что есть повод, ровное число подписчиков, и ни одного подарка до сих пор нет, хотя уже 40 минут стрима прошло, это непорядок, давайте хоть кто-нибудь пробейте этот, эту планку. А время свободное кто мне подарит, дай короткий ответ, пожалуйста. Что, ты про кого, Алим, ты тоже такому сапницу говоришь? Вы хотя бы друг друга отмечайте, когда вы друг с другом общаетесь? А вы Арсена Маркаряна знаете, если знаете, то как относитесь к нему? Как меня задолбало везде видеть упоминания этого долбанного Маркаряна? Ну да, знаю, к сожалению, против, все, что я знаю про Арсена Маркаряна, я знаю против своей воли, я этого не хотел и не хочу, потому что, ну, я к нему отношусь крайне отрицательно, как еще можно, ну, конечно, к нему можно относиться, у него есть и фанаты, к сожалению, но лично я крайне негативно, максимально осуждаю. Хомо Сапиенс, реально, ну, ты выглядишь, как просто, не знаю, хейтер, ты что, превращаешься в моего хейтера за то, что я тебя по фактам разнес на прошлом стриме и в Дискорде, как бы, что случилось, почему ты щитпостишь в моем чате. Да, и краткий ответ, почему Хомо не прав. Тут кратко не получится, Алим, не получится. Здесь нужно много контекста, если коротко, но опять без контекста, то я проходил тест Хомо Сапиенса по Наруто, и там были некорректные вопросы. Один особенно некорректный, я ответил на него неправильно, хотя проблема была в формулировке и в вариантах ответа, которые Хомо Сапиенс прописывал. Я считаю, что он некорректно составил вопрос, из-за чего я и ответил неправильно. Если бы вопрос был составлен корректно, я бы ответил правильно, и это было принципиально, поэтому я доказал ему объективно, что он был неправ, он до сих пор это не принимает, обижается на меня, и теперь пишет всякую фигню мне в чате, и, видимо, превращается в моего хейтера. Что было, на самом деле, я думаю, вопросом времени, рано или поздно все равно бы произошло, но случилось вот так. Раскидал его просто, я поржался от его ответов. не Т1Т. Мне может Аву сменить или Маки из Магички? Ты у меня спрашиваешь, менять ли тебе аватарку? Ну, сама решай. Хомо Сапиенс тебе нужно пересмотреть аниме. Хомо Сапиенсу уже ничего не поможет, это, как бы, финальная степень его Шизы, и, ну, человеку не помочь, к сожалению. Так, чё, Япончик, ты где? А, вот, принять. А чё, Япончик не дождался, да, хотя я вижу, он тут есть в зрителях, и вроде как я нажал принять, не принять, вот еще раз. Какие-то звуки пошли, оно живое, оно живое. Алло. Алло. Дай признаки жизни, да, я даже музыку выключу, чтобы не мешало, да. тебя слышно. Чё, как дела у вас? Привет, привет всем. Привет, да, дела нормально, особенно теперь, теперь они стали еще лучше. Юзер, он у меня первый подарок, сердечко, и я отвечаю сердечком на сердечко. Спасибо. Вот и первый. Все последуйте его примеру, и тоже что-нибудь подарите, хотя бы там огонюки, я буду признать, что. Чё у вас что-то новое, может быть? Что изменилось там? Что изменилось, с каких пор, ты когда в последний раз вообще что-то, что ты последнее помнишь, давай так, от этого будем отталкивать? Последний раз я помню что-то, знаешь, что-то, вот что-то мы заполняли, что-то самый сильный аниме персонаж, что-то такое, кажется, помню. тирлист на самого сильного персонажа, этот многострадальный десятичасовой, который просто когда мы в твоем молчали, и там Маркиз, по-моему, пацана звали, когда просто сидели, и он за нас работу делал, Да, но это было давненько, подожди, и Homo Sapiens не успокаивается, перевод отвис, это и есть слово жнец, за мной правда, акса-сакса-сакса, и ты прочитай, что я написал в дискорд тебе, Homo Sapiens, твой, этот, ты продолжаешь, я этот аргумент разнес на стриме, потом я его разнес в дискорде после стрима, когда мы остались разговаривать, и я его в текстовом формате объяснил, почему он не работает в дискорде, пожалуйста, зайди в дискорд в обсуждение, которое называется, это почему ты не прав, перечитай весь текст, не по линии, прям перечитай внимательно, столько раз, сколько нужно будет, чтобы тебе понять это, и ты осознаешь, я надеюсь, что перевод тут вообще ни при чем, твой аргумент не работает в принципе, и просто ответь мне там, потому что легко заходить сюда и мне здесь что-то предъявлять, но там ты ничего не написал, я отойду, скоро приду, алим буду ждать, я крашу, смотрю стрим, я бы сразу еще отправил подарок, но у меня нет монет, ну, надеюсь, они у тебя будут в следующий раз и буду ждать, так, последний раз этот стрим был я не тебе писал, Тимур, а я хочу, чтобы ты мне написал, и не сюда, а в дискорд, это было, кажется, в апреле, нет, 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 это было не в апреле, я точно помню, у меня день рождения, но в мае, и у меня был Дере тогда, и где-то в мае, когда последний раз это было, у тебя еще и юбилей был, блин, ты реально, ты на свой юбилей тратил время на наш стрим, чем тебе стоят, ты тогда пытался меня как-то задезморалить, а почему вы пишете это слово в чат одно и то же, вы хотите, чтобы меня забанили, но это вас забанит в тикток, в случае чего, потому что я-то его не произношу, это вы его пишете, а не саботирует меня, особенно хомо сапиенс, короче, а чего это, чего нового-то, расскажи, как ты бабки поднял, нет, какие бабки, за что, за 100 просмотров на видосах, короче, хронология, наверное, такая, вот, я выложил, я, там было, по-моему, стрима 4, мы на протяжении целого месяца собирали этот терлист, он был ужасен, я им крайне недоволен, но чтобы это не пропадало зря, я смонтировал из него 10-ти часовую, не преувеличиваю, 10 часов видоса, залил его к себе на YouTube, это самое большое видео на моем YouTube, самое тяжелое, его внезапно посмотрело полторы тысячи человек, это самая просматриваемая запись стрима у меня на YouTube, прикинь, и там дофига комментариев, десятки о том, как мы сильно неправы, я всех отправлял в Discord, спорить, некоторые люди реально таким образом подписались ко мне на Discord, вот, и в принципе, наверное, глобально это того стоило, потому что активность более-менее прибавилась, кто-то даже на мой YouTube подписался в итоге, кто-то на Discord, кто-то в TikTok и так далее, но результатом я не удовлетворен, потому что им невозможно быть удовлетворенным, это просто, ну, это нереально, это какой-то кошмар был, после этого, ну, из такого важного, я не знаю, видел это или нет, выкладывал видосы по магичке, смотрел мои видосы по магичке, где я сравнивал с Нару, что-то и такое. Я что-то видел, да, у тебя залетали прям. Это да, это стали одними из моих самых популярных видосов, подожди, кто-то еще ко мне просится в гости. Они залетали чаще, чем мои одноклассницы, да. Be silent, давай, я сейчас закончу свой пересказ и если ты все еще будешь готова, я тебя пущу тоже в эфир. А, там спрашивали, сколько мне лет. Тебе же 45, по-моему, было, да, как раз юбилей? На стриме, да, да. Ну, да, 45, 45, да. И, короче, с одной стороны прикольно, что у меня залетали видосы, но они перетягивали на себя весь актив с моего канала, с других видео. Вот, начиная с... Кстати, у меня ни один видос не залетал из-за того, что весь актив был на тех видосах. А теперь на тех видосах закончился, наконец-то, актив, а на новых все еще не появился, и у меня вот получается, что нет вообще никаких... Ты в курсе? Вот я недавно узнал буквально, но я общался с пчелами, у меня когда видос, ну, залетел на тысячу просмотров, вот этот вот на YouTube-канале, вот, меня посмотрел чувак, у которого там 150 тысяч подписчиков вроде, или что. Вот, я там попал в DS-чат, они что-то объясняли, и они мне объяснили, прикинь, если ты делаешь хорошие видосы на YouTube, и вот у тебя все отлично, да, залетают видосы, но ты резко... Да-да-да, но ты резко начал делать шортсы, то это убьет твой канал, потому что аудитория, которая приходит с шортсов, она приходит только ради шортсов, то есть она не смотрит твои обычные видео. Ну, у меня эта проблема не касается, потому что меня не смотрят ни обычные видосы, ни шортсы, ни до появления... Знаешь, до того, как я начал делать шортсы, меня не смотрели, до того, как шортсы вообще появились на YouTube, меня не смотрели, после того, как они появились, меня не смотрели. Это когда ты начал снимать? Меня не смотрели, причем не смотрят ни шортсы, ни обычные видео, вообще ничего, поэтому в моем случае это не работает вообще никак. Мне кажется, Алим пишет, мне кажется смотреть, как 10 часов режет воду интереснее того стрима, ну ты хейтер, Алим, это совсем уже нет. Погоди, стоп, а когда ты начал снимать? Я просто дублирую туда тиктоки. Я выкладываю туда эти минутные нарезки со стримов тиктоковских туда выкладываю. Причем туда гораздо раньше, чем в тикток сам. Туда выкладываю нарезки и реакции на Джоджо. Не в шортах, а в обычные видео. Кстати, для моего канала чуть-чуть набирает. Ну и все, в принципе. Тиктоки дублирую, отрывки со стримов с тиктока и нарезки с твича. Все. Здесь контент мой на ютубе. Основной все еще в тиктоке. Пишут, что тебе 30. Нет, вы ошибаетесь. Я говорю, 45. Он вам все просто пригодит. Он хватит. Посмотрите на мою аватарку. Такая аватарка может быть только у кофта мужика с одноклассников. Тимур игнорит чат. Ну, потому что я общаюсь с япончиком и я не могу параллельно еще и на ваш вопрос отвечать. Рама пишет, пися. Это что тогда значит? Привет, бро, я захожу и жду твоего ответа. Выхожу на рыбалку. Привет, хикухио. Какого ответа? Ответа на что? Я не видел предыдущий твой комментарий. Удача на рыбалке. А есть ли те, которые ты снимал про магичку выкладывать на шорт? Невозможно, потому что те видосы по магичке, которые у меня залетели в тиктоке, они картинки. Технически это не видео, это набор артов. То есть ты листаешь картинки, это не видео. И это невозможно выложить на шорт. В шортах нет такой функции, там только видео контент можно выкладывать. Я пытался. Поздравляю с 8 тысячами. Спасибо, хикухио. Максим пишет, сиси. Ну нет, Рама... Это тоже что-то значит, я думаю. Да, про это не превзойти. Что ты говоришь? Ну, вообще, кстати, мне вот все вот эти вот... Ну, я так сказать, залетел в эту... В эту грязь? Меня пригласили в... Да, в грязь, да. В этот DS-чат, где там, ну, блогеры там... Который с Маркаряном еще. Знаешь Маркаряна? Ты серьезно, это второе упоминание Маркаряна на моем стриме. Я подумал, я его вижу везде, на ютубе, в тиктоке, повсюду. Я думал, ну, на моем-то стриме его не будет, наверное. Так я Маркаряна, братан. Меня в этом, в чате спрашивали, как я отношусь к Маркаряну. Ты упоминаешь Маркаряну? Давайте не будем больше упоминать Маркаряна, пожалуйста. Я не могу больше эту фамилию слышать даже. Тимур блудница. Пошел нахер, хому сапиенс. Ты на бан напрашиваешь или что ты пытаешься добиться этим? Блич смотрели? Я не смотрел, но кто-то смотрел. Ну, просто мне советуют ник поменять на ютубе, ну, который у меня там слишком длинный. Вот. Некоторые говорят, что, типа, ну, ну, типа черный юмор многим заходит. Просто, наверное, ну, говорят, что, ну, если повыше качество, допустим, да, там, голос, рост свой, там, красоту, там, не знаю, что еще можно повысить, зарплату, то тогда... Например, цена. Да, ну, куда уж, куда больше, чем 5 сантиметров. Ну, и сказали, что, что канал, типа, выстрелить может, вот. Но при этом нужен какой-то вот новый ник. Я вот сейчас пока сидел, выбирал, думал. Думал, может, япончик поставить. Я менял ник на ютубе, мне это не помогло, но мне вообще ничего не помогает. Я такой, знаешь, на мне ничего не работает, вообще никакие способы, никакие советы. Ну, ты, кстати, расскажи, как, ну, свою историю, ты рассказал, что было со мной за это время, ты расскажи, как ты пришел к ютуб-каналу, почему решил делать ютуб-контент, если ты до этого делал тиктоки, заброшен ли твой тикток окончательно, сколько у тебя там видео, я видел, что у тебя там 2 видоса, так до сих пор вроде бы и есть, где новый контент, будет ли он... Не-не, сейчас 3, там третий вышел, но просто вряд ли он, ну, релевантен, потому что там именно про блогеров аниме, это, наверное, не шаришь за них, поэтому тебе, наверное, будет не так смешно. Там есть про меня? Ну, ты же не ютубовский, а, точно, ты же ютуб снимал. Блин... Давай вторую часть, и там про меня. Ну, блин... Ну, хорошо, хорошо. Давай сделай, ты вот, тебе был, типа, обзор ютуб-аниме-блогеров, а вторая часть будет про тикток-аниме-блогеров, и там уж точно должен тебе. Ну, хорошо, хорошо. Ты на ТГ подпишись, ты чего вообще? Я тебе... Там холеры к фанпису, я видел, я заходил в твой ТГ, а, точно, точно. Ну, фанспойлеры к фанпису, вот. Ну, будет у меня... Будет у меня тысяч десять подписат, и я буду рейды кидать на твои стримы в тиктоке. Спасибо. Сколько тебе сейчас? Семьдесят. Так что, ну, еще... Да, семьдесят тысяч. И мы идем на Москву, да? Это... Короче... Осаждаю, дурак. Короче, ну, я сидел, сидел... Ну, думал просто... Ну, да, нет, не на бутылке. Я поменял ее на другой стул. Стул переворачиваю просто. Да, короче, я думал, вот, мне нравится там угорать, вот это все. Как можно это вылить вообще, вот, в это все? И я смекнул, что вот, черный юмор есть. Такая тема. Черный юмор, ирония и так далее. Вот. А так как я попал, скорее всего, я так думаю, в такое... Ну, сам знаешь, знаешь такого блогера Каша, там, Крипер 2004, Optimus Gang. Про Optimus Gang слышал, да. Ну, вот просто, понимаешь, я попал в тот период, когда эти все челы, ну, это реальные легенды, которые вот именно... Черный юмор, это все такое. Вот. Они просели, вот. И актуальности... Ну, то есть, они уже не снимают и так далее. Вот. И я снял видос, я попросил своего кента. Ну, то есть, там прям... Ну, сначала у нас была дикая чернуха. То есть, я думаю, даже все нас бы в рай точно не пропустили, сколько бы мы там не молились, потому что там было настолько... У нас, ну, черновики, там... Черные черновики. Да, черные черновики. Там, ну, кошмар был. Мы отредактировали. То есть, ну, как бы сделали чуть мягче. Вот. И с монтажем сделали. Вот. Послали это во все чаты, ну, анимешные. Вот. И один блогер увидел это. Сехар, помнишь, я тебе кидал в Дискорде? Мы смотрели там топ сильнейших персов Наруто. Вроде он снимал. Что-то такое. Ну, может быть. Может быть. Вот. И он прям хохотал, лукарал. Вот. И с нарезки ко мне пришло 200 человек в YouTube подписаты. Вот. Я создал сразу ТГ. Сразу мне, мне вот... Ну, у меня появились знакомые, ну, которые такие, типа, оу, блин. Это надо прям вот это продвигать. Вот. И у одного было 400 тысяч подписчиков, по-моему, в TikTok и 150 в YouTube. Он мне с монтажем помогал. И все говорили, типа, вот это все, типа, продвигай, там, ТГ канал создавай. Это все. Это все будет стрелять. Вот. Ну, по крайней мере, пока я только в себя в голову могу выстрелить. Но канал сам, канал сам, ну, развивать буду. Подожди, то есть, их советы не помогли и твой канал не выстрелил? Нет, нет, помогают. Помогают. Они с монтажем помогли, они говорили. То есть, выкладывать чаще, ник менять и прям продвигать-продвигать. Вот. Да-да-да, ну, нормально пока. То есть, я-то, вот этот Валдерон 2004, это же Стёб над... Вроде как, не настоящий. Не-не-не, да-да-да. Нет. Не-не-не, да-да-да. Капец, я даун. Короче, это Стёб над челом под ником Валдерон. Это чувак, который... Да, я-не-не. Это такой... Я читал. Это чувак такой мемный. Я тебе отвечаю. У него 40 тысяч подписчиков, и у него на каждом видосе 500 просмотров. Чтоб ты понимал, он делает реакции на аниме. То есть, у него... У меня тоже там 100 по 500 просмотров на реакции на... Он вообще настолько мемный чел, то есть, ему... Чтоб ты понимал, он, ну, токсичный сам по себе, да? Это реакционер, если знаешь таких. Вот. Ему позвонили один раз мошенники, сказали, переведите нам 250 тысяч рублей. Он перевёл им, просто прикинь, перевёл им деньги. Потом записал видео, типа, подписчики, меня обманули на деньги. Помогите, пожалуйста, там, скиньте денежку, да? Вот. Подписчики ему скинули 150 тысяч, и он... И он эти 150 тысяч на следующей неделе всрал, задонатив папичу. Все 150 тысяч рублей. И ты в течь этого человека решил назвать свой канал. Да, да, он меня убить хотел и зубы выбить, кстати. А, он узнал про тебя? Серьёзно. Да, он сказал, типа, ещё раз что-то будешь... Ну, я, короче... Ну, в общем, я думаю, как бы ты можешь свой них и пунктик использовать, и он вполне легитимный, мне кажется, подойдёт под твой контент. Почему нет? Ну, вообще, да. Ну, в данной ситуации очень печально, что такое время, что вот YouTube замедляют. Так, вроде говорят уже, что могут отменить всё это закрытие, замедление. Вроде говорят, что отмена. Ну, я так слышал, по крайней мере. Да, этим полюбая, правда, я не особо за этим слежу, потому что я там не в России, к вечеру нахожусь, поэтому меня это, ну, только косвенно может... Да, ну, да, ну, да. Ну, я, кстати... Да, говорю. Я вот, кстати, по этому поводу подстраховываюсь, то есть в видосах, если ты... Ты смотрел вообще какой-то видос? Нет, первые два, да. А, первые? Ну, то есть ты... Ну, то есть это страховка, то есть я ничто же не задеваю, по сути, то есть я говорю что-то... На самом деле я даже удивился, почему ты называешь это каким-то чёрным юмором, жёстким, я там лично ничего жёсткого и чёрного... Нет, вот ты можешь то же самое делать, у тебя юмор на уровне намного выше моего, то есть я не понимаю, почему ты этим не занимаешься. Ты видел мои нарезки про Джоджа? Нет. Посмотри, там есть угар, я тебе говорю, там есть угар. У меня YouTube блокировал мои видео за жёсткий контент со стримов. Мне приходилось и ремонтировать, и заново выкладывать некоторые вещи, и цензурить, потому что YouTube это не покупал. Хотя нет, не занимайся этим, а то конкурентом будешь ещё. Да мне вообще плевать. Абсолютно. Кстати, насчёт этого чата, ты имеешь как бы право, можно так сказать, возможность, ну, как бы нормально отнесутся к тому, если ты меня тут добавишь, например, или это типа ту матч будет? Ну, не знаю, я могу спросить. Да, потому что, ну, я был бы не против, к тому же, ну, вдруг это мне поможет как-то, я был бы тебе благодарен, если бы ты как-то, может быть, оболвил словечко, там, как-нибудь договорился, или типа того. Ну, надо, думаю, принять меня, чел хорош, напрашивает. Ладно, чтобы не было этой революции, давай, я чел хорош обещал принять. Я сейчас приму против всех. Чел хорош, олим, саленс, давайте прям, ну, будет полный, полный дом, фулл хаус. Нет. Наконец-то, наконец-то день настал. Всё, ты, что ты можешь сказать, и мы, и мы, и мы. Я, я собраню, я выключил его микрофон. Ну, как бы, смотри, чисто технически он же в стриме, ну, технически он в стриме, да, так что я как бы свое слово сдержал, он будет присутствовать. Но он себя дискредитировал в первых же секунд. Я на самом деле даже не ожидал. Я, конечно, знал, что человек хороший будет дискредит, но я не думаю, что он прям через секунду начнет сливать абсолютно. У кого же он опять? Кого еще за сливки? У меня. У меня. У меня. У меня. Давай тебе только выкрутите на всякий случай. Нет, 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 нет. Be silent. Давай, давай. Еще новый Сталин. Этого выключи, этого выключи. Причти. О, мне пришлось... Технические неполадки вроде случились. В смысле, как ты вообще разговариваешь, если микрофон же выключил? Я слышал? К сожалению, да. У него нарисован микрофон перечеркнутый. Как он может говорить? Что? Это что вообще-то, как объяснить? Я могу так. Это твоя техника какая-то секретная? Да, 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 да. Короче, ты так долго и так давно просился ко мне в стрим, вот ты здесь, и что ты можешь сказать? Что ты, для чего ты все это время требовал меня опустить? Давай, оправдай свое появление здесь. Вот это дал тебе рупор. Говори с народом. Да я просто с обычными смертными не хотел в чате сидеть. Вот так вот. Блин. Ну а зачем ты тогда сюда зашел? Япончик? Ау. У меня шум? Да. У меня шум просто. У тебя шум в голове. Ну да, задний фон только. Ладно. Ну ничего страшного. Кстати, вы спрашивали название канала Япончика. Я, между прочим, Япончик, как только узнал о твоем канале, я скинул сшилку в дискорд на твой канал и подписал этот канал Япончика. О, спасибо, спасибо, спасибо. Это поддержка. Надеюсь, взаимно ответишь. Да не, не, конечно, конечно. Помнишь, когда ты находишься. А так? Все еще, все еще, да. Como sapiens. Ладно, давай Якума. Давай полный вообще. Не надо его, не надо его. Не надо его. Пустите, орет. Мне так много, кстати. В целых пятеро, охренеть. Надеюсь, я бы не пропустил. Да, да, да. А, меня слышно? Подожди, меня слышно? Можно только меня оставить? Тебя слышно. Меня слышно. Меня слышно. Что же ты хотел сказать? Я слышал, слышно. А, я... Нет, я хочу сказать... На счет контента смотри. Был единственный шанс. Эээ... Почему? Потому что я тебе дал одну возможность, чтобы быть в стриме. Она сейчас. Пользуйся. Выдай все, что ты хотел. Так, смотри. Эээ, я хотел это же, революцию. Что? Я читал. Блин, не слышно. Ты говоришь, я с другого аккаунта в Берзайду, а то он уже помещит здесь. Давай. Но я не уверен, что я пущу тебя снова. Давай. Ха-ха-ха-ха. Ну, чел, хорош. Давай. Я тебе больше не пущу. Твой единственный шанс. Первый и последний раз. Почему? А я тебя попрошу. Нет, ты ответь на вопрос. Зачем ты просил тебя? Вот я тебя пустил. Япончик, смотри. Вот я его пустил. Мы с ним где-то полчаса распустали о наших историях, о контенте и так далее. Вот тебе что есть сказать? У кого дети? Я покушал. Не обращайте внимания. У кого дети? Ой, мой, пожалуйста. У кого дети? У греки ребёнок. Ха-ха-ха-ха. О, я на девять. Волов у тебя потратил. Волов у тебя потратил. Волов, Тимур, Тимур. Тимур, Тимур. Ты сгатился? Где шутка? Да. Тимур, Тимур. Где шутка про детей из подвала? Да. Тебя кушек не взял. Она лежала. О, я выключил. У кого? У кого? У кого? Так, давайте введём небольшое правило. У кого на фоне шум, какие-то дети, я не знаю, родственники, голоса, давайте вы не будете проситься в стрим, потому что и так много людей, все параллельно разговаривают. Если ещё какие-то голоса будут на фоне, это будет вообще как о фоне какая-то. Поэтому давайте у кого буду слышать шум на фоне. У меня нет фона. У меня нет фона. У меня нет фона, ты о чём? У меня есть фон. У меня есть фон. Ну шум какой-то идёт всё равно. Уплевать. Это канализация или где он? Япончик. Тэба Hamiltonérioя. Ты с ним знаком? Да, да. А ты откуда знаешь? Я шарю просто. Мм... А, вы решили, может быть, паритом с Computer пообщаться? Нет, познакомьтесь с ним, пожалуйста. Я хочу с нимarme, я просто кукомэр. А, Мир Пир, это Homo Sapiens, я уже забыл, что это мой второй ник, это Мир Пир, думаю, что-то знакомое. Точно. Ну, как тебе мой радужный мост, Homo Sapiens? Спасибо. Еще что-то. А как можно перестать быть ВП-фагом, Homo? Как можно перестать быть ВП-фагом, Homo? Как можно любить Наруто? Ты что, перестал быть Ванфит-фагом, нехорошо? Сейчас будет шутка про кошелек, я бангую, там ничего другого не будут. Ты покурил ее. Ты скурил траву и стал Мадарфагом. Не стал Мадарфагом. Ты его признался, покуйте. Ну, ты убрал просто одну хорошую и сделал только все плохое. Да, я вроде и не был, но, ну, типа... Ты был, ты тащил за Ванпис очень сильно. Не-не-не, ну, просто я посмотрел другие произведения, ну, то есть, книги там, не знаю, фильмы, то есть, ну, Ванпис это кал, по сути. По сути дела, Ванпис это кал, анима кал. Не-не-не, ничего лучше говорить Ванписа. Ванпис просто зеркальная трава. Ванпис? Не, на самом деле, на самом деле... Ты не так нахваливал, ты говорил, что Ванпис функционалом-то? Не-не-не, да, так я эффективно. Эй, честно, это же Ванпис стал нравиться, смотрелся на тримах, это где-то не было. Ампис... Ампис лучше намного. Уж три раза. Нет, нет, нет. Я тоже был в Ванпис-Вагеом сначала. Да, да, да. Ну, потом встал по-бэшу. Да, вы? Я за Мадару спорю. Мадар Сава. Фууу, ну это, ты, ты видишь, какие люди тут сидят, вот ты, кому доверяешь? Мне или этим? Ну, он разбавил то, что он по-бэшу, тем, что он Мадара Фак, то есть, он человек на 50%. Разбавил? Он, наоборот, добавил. Если у тебя... Если у тебя... Если у тебя больше версии, я тебе верну, надо. Не-не-не, не-не, просто смотри, Мадар Сак, это человек прямо на 200% до сверху. А по-больше это минус 100%. Чё? Вот так вот получилось, примерно на 50%. Мадара Фак, это умножь на 5 просто, на минус 100 и всё. Не, Мадара Фак, это ты знаешь, какими людьми становятся Мадара Фак. Я видел пацана... Отчаянное. Отчаянное. Сейдж. Да, отчаянные люди, ты знаешь. Вот примерно вот такие люди. И обещал мне его скинуть, чтобы я его мог с ними проехал с этими господами. А, да. Ну, там, фонализация, я не понимаю. Какой у нас скинуть там. Я не знаю. Как будет время. Ты выбираешь его фильм? Ты его бы не потерял хотя бы. Ты Нью-Йорк? Что знаешь? Не-не-не. То есть... Не думай, потому что... То есть ты... Вы применяли... Ну, для стримов вообще. Тимурки... Алим, у тебя есть такая функция, которая называется шумоподавление. Можешь я включить? Нет такого. Извини. Тимур... Алим, реально очень шумно. Я тебя отключу. Тимурки... Мне показалось, что ты меня отключил. Ну, могу и тебя отключить. Сейчас. Побилуйте, пожалуйста. Не надо. Не-не-не. Можно отключить хумо сапиенс. Он глупый. Он не понимает. Вот меня нельзя отключить. Я прям... А ты высшая форма хумо сапиенс, да? Не-не-не. Это перфект сапиенс. Я просто отличный, понял? Отличный от них. От этих. Ну, я тебя понял. Поздравьте меня. Я недавно ПБ выиграл за Мадару. Поздравьте меня. ПБ выиграл за Мадару. Подожди. Бисалин, ты же у меня здесь вот есть микрофон. У тебя, по-моему, самой выключен. Я тебя не выключал. Ты вроде, ну, можешь говорить. Алим, нет. Алим, у тебя много шума. Ты в канализации живёшь, поэтому я не могу тебя добавить и не буду. Извини. Я зашёл на стрим и ещё не успел потапать экран. Что если... Потапай, блин. Потапай, блин. Тимур, Тимур. Он рассмотрит черепашки. Играешь в этого... в хомяка? Конечно. Тапаем, тапаем. Тапаем, тапаем. Может, ты на работу пойдёшь? Тимур только за кадила играет. Да? Я это... Когда листинг будет, я вас всех куплю. И уйду с тиктока навсегда. Буду миллионером. Тимур, Тимур. Составь топ сильнейших по Наруто версии. По твоему мнению. Я уже делал, на самом деле, у меня было видео про топ сильнейших. Если кому интересно, можете посмотреть. в плыли с тем, по-моему, по-моему. Я только стендапы видел. Понятное дело, смотри, смотри. Сейчас всё раскидаю. Первое место Чихо Мадаро. Второе место Римбо Хенгуку. Второе место Римбо Хенгуку. Пятое место Римбо Хенгуку. Он топ-3 просил, а не топ-5. Мадар сильнейший. Нет, смотри. Чел хорош, ты же у меня спрашивал. Мой личный топ-3 это Тентен, Тонтон и Теучи. Это самый каноничный топ-3 сильнейших объективных персонажей Наруто без рофла. Я уже много раз повторял и на стримах тоже, так что Наруто это сильнейший. Ну, Мадаро. Мадаро я бы поставил где-нибудь на 236-е, либо 237-е место. Вот так. Примерно. Так Лимбо не контрится уже. В МЦ. В МЦ. Лимбо контрится, знаешь, чем? Сейчас скажу. Этим Раменом. Вот Теучи. Что контрится в АЦИИ. Да, он палочками Рамен на него закидает, Димбо запутается, упадут. Да. Мадаро платит. Или он сделает очень острый Рамен, Мадаро ест острую лапшу и обосрется. И конец боя. Как мощно? Правильно. Как мощно? Так Наруто победили. Как мощно? Очень острый Рамен. Пространство и время и уничтожили. Да, да. По факту. Даже не Теучи первый. Я ошибся. Теучи первый. Потом Тон-Тон, потом Тен-Тен. Вот так, топ-3. Вы не устали? Вот мы о Силе заговорили, и еще один человек на стриме появился. Не-не-не. У нас 10 человек на эфире. Только Силе. Не устали один и тот же тайтл обсасывать. Ну, типа, у меня был же голова запах. Не очень надеюсь. Я так говорю, что у него нет шума. А как же шум в голове, Алин? И это тоже... Это тоже важно, да. Конечно, не так сильно, как у Маркина. А как же голоса? 1200 голосов, но тоже неприятно. Не, окей, Алин, давай так. Если у тебя действительно нет шума и ты в этом уверен, добавься, я тебя снова включу. Но, если шум опять будет, я тебя выключу и больше пускать не буду. Вот так. Давай договоримся. А че... Смотри, Тимур, дорогой. Мы только о Силе заговорили, и сразу 10 людей на эфире. Так, и до этого тоже было 10. Вот сейчас пристали о Силе говорить, и вот 9 уже. И еще до того, как Япончик присоединился, уже 10 было. Это 10. Тимур, а че там... А че там с этим, с Маркизом? Кстати, Маркиз, он сейчас, насколько я понимаю, он сейчас со мной в одном городе. И, может быть, мы с ним пересечемся. В жизни. Это будет контент. Ну, типа, ты его собьешь, да, на машине? Пересечетесь. Да, 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 да. Я сниму это. На капоте покатаешь его. Вот. Так. Кто там опять? Алим. А то опять тут сколько? Пятеро человек охренеть. Ну, хотя бы не шумные, на том спасибо. Ну, кстати, ты... Нет, Алим. Алим, ты ошибался. Он вернулся. Это шум в голове Алима. Да, шум есть. Объективно есть, ты с ним ничего не сделал. Ты не исправился, Алим. Вот давай, включи микрофончик. Тимур, я начал... Тимур, я турнир уже начал делать. Тимур, я турнир уже начал делать. Какой? Алим. Алим. Ты хочешь? Ты опять хочешь, чтобы я страдал? Ты хочешь заставить меня мучиться? Да, 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 да. Ты же помнишь, что мне предлагал? Ты сам предложил? Если я сделаю турнир, который бы состоит только из тебя, ты пройдешь его. Ты реально его делал? Уже 6 тысячи есть. В смысле? Там максимум 1026 эти варианты. Я еще в дискорде найду еще два вот. Да. Ааа, ты из этих... Ну, окей, окей. Ладно. Если так, если ты реально сойдешь с ума... А я не говорил, что это... А я не говорил, что это... А я не говорил, что это... Ты говорила. Тут, по сути, 3ПП сейчас находятся и еще 3 человека. А, Максим уже ужинать отходил точно 10 часов уже. Как ты забыл? А, ну да. А у меня шум? У тебя шум, да? Я тебя выключаю, Алим. Ну, тут, как бы я... Тут ты сам понимаешь. Попробуй наушники одеть. Не-не-не, все, я не буду забывать. Точно не на этом стриме. Не-не-не, не-не-не. Каждая к Тимур плохой. Уже 10 часов, так что я должен пошлинить про кошельки. Тимур, сколько вы сегодня украли кошельков? Япончик, прикинь, все началось с тебя, когда ты, по-моему, на самом первом нашем общем разговорном стриме с Homo sapiens'ом зачем-то пошутил о том, что я якобы ворую кошельки. Homo sapiens'у так понравилось, это гениальнейшая шутка, что он до сих пор, прикинь, все это время, уже целый год почти каждый раз упоминает кошельки здесь, в Тимурге, на Твиче, повсюду абсолютно. А где шутка? А где шутка была? Почему шутка-то? А где шутка-то, в смысле? В чем шутка? Да, а в чем шутка? Давай, я так понимаю, единственная адресная адреса здесь человек, это Би Сален, поэтому давайте ее послушаем, она... Джек Милтон? О, зашли. Джек Милтон? А что он тут делает? Джек Милтон, кто такой? Ой, это... это топовый чувак. Крутой. Почему тогда я его не знаю, если он такой топов? Топеры Наруто-верси собрались, кроме двери. Чему ты такой сейчас знаешь, если мы ходили дальше, если он не топовый? Не знаешь. Я молчу, потому что я боюсь заговорить. Я, кстати... А зачем ты подключилась тогда? Что? Женщина? Или у всех лагается? Кстати, я когда год назад видел, ты снимал Арланг Парк, по-моему, год назад ты смотрел, прошел год и ты до сих пор на Арланг Парке. Нихера, посмотри мои обзоры манги нынешние, там уже давным-давно явно. А я сам в шоке, что Тимур медленно читает One Piece, это просто ужас. Не, ну, на самом деле... Не, ну, на самом деле... Без быстрее выходит, чем ты его читаешь, Тимур. Ну, значит, я его никогда не дочитаю. Ну, у меня все утраивает. У меня такое правило. Он понял, год назад дошел до Арланг Парка, а сейчас он дошел до момента, где Луфи крышу ломает. Какие крыши ломает? А, вот зачем Джек Милтон зашел, вот, видишь, Тимур у него тоже кошелек украл. Одна глава за месяц. Нет, смотрите, нет, я читаю с перерывами, просто я прочитываю одну книгу там условно за неделю, потом я снимаю на нее где-то 30 обзоров, их на протяжении 30 недель, то есть раз в неделю выкладываю просто, ну... А потом, как заканчивается обзор одно, я начинаю читать другую, в промежутках я читаю что-то другое. Тимур, Тимур. Тимур, когда обзор всех четырех датабук выйдет? Обзор всех четырех датабуков. Смотри, уже в этом году я закончу третий обозревать, я уже доснимал все обзоры на третий датабук, в ближайшие месяцы они выйдут до конца, и Homo sapiens со мной поделился ссылкой на четвертый датабук, который якобы там очень правильно переведен, очень экономично-профессиональный и так далее, я вот его буду обозревать. Да, 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 Мадара сильнейший. Я пока не дошел, я вот... Нет, это Михаил Беликов переводил, если бы переводил Соджоба, я бы скинул. Так ты скинул то, что ты считаешь самым лучшим переводом, ты сам-то говорил. Нет, 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 я... Я имею в виду, если бы сделал Соджоба, я бы скинул именно то, что Соджоба, а это сделал Михаил Беликов. Его Мадара не самый сильный. Оцени новую серию. Так Мадара самосили. Так Мадара самосили. Так Мадара самосили. Так Мадара самосили. Ливан Панчман. Ну, хотя... Ну, это страна, это страна. Я не смотрю за команды. Чел хорош. Блин, чайник такой. Зангир я привык, типа в Telegram вижу тебя. Да. Вот ты же... Знаешь, с чего начать вообще? С чего начать? Ну, я имею в виду, сейчас чат Соджоба, ты знаешь, какой это он? Блин, да нет. Я только на Негроарене сижу. Блин, представь себе... Представь себе, Тимур, до чего поколение нынешняя докатилась, а не не знаю, кто такой Соджоба. Мадаров. Так я узнал, кто такой Соджоба, только от тебя. Только от тебя год назад. И до этого я тоже не знал. А ты не Мадаров? А вы знаете Твили? Твили, знаете? Кстати, у нас... Я хороший человек. Он туг... Соджоба у меня в Соджобе есть. Не, не то чтобы я Соджоба, я просто его видел за последний месяц, и Хомо Сапиенс по его словам добавил настоящего... Соджоба мне в Дискорд. Того самого. Это кто? А ведь видишь, никто кроме тебя не знает. Может ты его выдумал, Хомо Сапиенс? Может ты просто придумал и... Я слышал о нём. Я слышал о нём. Да, да, да. Я Твиннис в моей голове. Да, это я думаю слышал о Твиннис уже. Возможно, существует он. Ну, если он существует, то он есть в моём ДС. И он так и ничего не написал туда ни разу. Вот. Добрый вечер, Балтанжело. Нет, он знаешь, типа, ему маркизский-то... Какой-то хер не писал про то, что типа Мадара, то есть... Мадара сломает. Я, 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 это в Вене. Типа, я не буду на это отвечать, какие-то слабые провокации. Я вообще глупый человек, я не буду с таким разговаривать. А, то есть он прочитал на Твиннис или про что? Блин, у меня стрим упал. Что? Эх, вот и проводи с вами совместные трансляции. У кого-то шумит, у кого-то падает, кто-то ещё что-то. Я ещё, меня больше всего коробит, что на записи не будет ни хера слышно мой голос, потому что его буду заглушать ваши голоса. Вот это мне больше всего не нравится. Тимур, я заметил, что хоть ты... Всё, пацаны, заглушаем голос Тимура. Ну, на видео и стримы. Не понял. А, хоть ты ноунейм, но много тиктокеров к тебе заходят и пишут, кому на видео и стримы... Короче, перепиши комментарии, алим, я не совсем понимаю. Что обсуждаем? Да всё подряд и в то же самое время ничего. Насчёт One Piece могу сказать. На меня... Я до сих пор от Стаса Борисова. Нет, я пошёл на стримы сейчас. Правда, вот. Топперы Нарута Верса сейчас сидят тут. И видят твой канал. Ну, к минимуму раз видят. А, типа какие-то популярные лагеры... Блин, кто такие топперы Нарута Верса, по твоему мнению, назови мне? Не знаю. Уланар, только хомо сабинцем у тебя. Я буквально сижу с одним таким крутым челом, я не буду назвать кто это. И мы буквально сидим и угораем с этим топпером, ведь это идиотов просто, которые такую дичь пишут. Я не знаю. Я управляю как раз этих топов, какие-то по Наруте. Есть какие-то шизоиды, которые вообще считают, что датабук не канон, потому что они знают Наруту лучше, чем Кишимото. Ну, это бред, это ужас просто. Я знаю, вот токсик говорит, токсичный по природе говорит то, что датабук не канон. Кто такой яблочный мелочь? Кто такой яблочный мелочь, кто-нибудь из вас узнает? Это Годзиллафак. Не знаю, но он подхватил очень хороший тренд. Какой тренд? Это Годзиллафак один, хороший. Это хороший Годзиллафак. Зачем нам Годзиллафак? Короче, сорян, яблочная мелочь. В чат пиши, но я тебе добавлю, что тут так очень много людей. Пожалуйста, добавьте его. Он хороший человек. Он знает, что Годзиллафак сильнейший. Он знает, что Годзиллафак сильнейший. Есть третий мужчина. Что ты пишешь, Сталин? Ты полностью оправдываешь твой ник, тебе реально не слышишь. Не могу понять, Тимур, тебе реально на стрель смогла зайти женщина. Прикинь, даже не одна, кстати, их две было. В начале стрима было две женщины на моем стриме. Я сам породился. Тимур, будет просто за то, что на стриме две женщины было. Ну, просто обычно яблоко. Тимур, ты что, забыл свои корни и целые? Давайте яблочник добавим. Пожалуйста. Прошу, умоляю. Ладно, ладно. Яблочник это, типа, висании. Я надеюсь, у него хотя бы шума никакого не будет. Тимур, обезьяну смотришь. здорово яблочный так они давно не поздравить сколько тут максимум нет алим тебя тебя завидел на стиле ну 18 есть его с ним вы о чем смысле к 18 человек можно добавить мы твой роз возраст пытаемся угадать да 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 мы твой возраст угадать пытаемся 7 лет 40 а мне 7 ну нормально неплохо я получается в 2016 году родился нормально хороший год был еще лучше год был далека заходит 1488 я не понимаю я полностью потерял нить повествование я вообще не понимаю чем вы говорите если честно какая-то тема разговора уже четыре побольше раз в эфире сидят а я из я из 1907 я уже это хирохито император как раз 1907 тогда он тогда уже по он был императором историю да 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 я могу рассказать роман че 905 года эту мангу я недавно почитал что мне комфортно с обзорами параллельно читать где-то по две книги в год у меня так примерно и получается то есть я начал в прошлом году ну я первую прочитал быстро у кей не считает но книги мало ну это не теперь я прочитал циферки прикинул это тупо не потянем да я подумал что сколько книг по one piece у есть сейчас то есть если там тысяча глав это по три тома в одном доме по 10 я о том что ты долго читаешь ну просто очень долго там буквально за год одна и та же арка я просто уже сам забываю снимал и я делаю сборники понимаешь я для этого каждый раз делаю сборники на ю тубе где объединяю все свои обзоры чтобы было удобно смотреть понимать где и остановился и что я читаю понимаешь чтобы ты понимал короче был чел был чем кроме спорить пидвещерка чудово снова туда знают потом за неделю что не прочитал весь one piece вообще полностью весь one piece потом еще за неделю тоже полностью прочитал ну я не такой я так не собираюсь делиться какими-то мыслями в телеграм канале я буду читать до конца своей жизни наверное почитал короче я должен дочитать one piece с учетом до нынешних глав где-то лет через правду вы это лет через рейтинг чате правда можно вчера кита вы уже его читаете и так с 1905 так вот я все это думаешь почему я проиграл в войне за все это время отвлекался не русско-японского ну там довольно спорные условия победы насколько я даже скажу больше вы вы сделали практически свой филиал в китае великая империя маньчжоу только потом уже полноценных торги с китай но это большие заслуги ну вот видишь я был занят и поэтому очень медленно читаю потому что я ведь в делах постоянно надо пацанки это вот завоевание вести я очень спасибо за мур тимур 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 давай-ка теперь интересное интересную тему разговора найдем она и была селька и самый лучший бедитуалет самый лучший для меня тот который знаешь первоначальный босс был не тот который седой мужик пачках появился который вот их гэриф мод с лицом вот как из игры который где-то вот в эпизодах до вы меня напомнили я вспомнил что у меня есть гаррис мод в стиме даже не скачивал его но у меня есть а я даю вы если вы не напомнили ему реально серьезным вопросом перейдем как какой вы скибите доля по знаку зодиака я кстати не проходил не проходил я джима я буду или у них есть такой тест я выбрал брать я скибил чонки болтанжела спрашивает в чате что такое скибите туалет если ты реально не шаришь болтанжела я тебе очень настоятельно рекомендую посмотреть на ю тубе в битке беде туалет там сколько до серия вышла последним за виду не в том плане олим пишет тимур не связывайся с этими шивами но мы не уже поздно уже поздно они уже меня не отпустят когда не смотрел макс это он заходит его все голоса слышно они у нас за она тимур тимур второй вопрос 2 мы под контролем тимур второй вопрос какая раз лучше скибите туалета или камера мэн и камера мэн и я боялся что он другой не скрозит низкий беден и эти колонки колонки которые позже появились вот они тимур тимур как ваш любимый персонаж из игры престолов блин и мне кстати не было прям любимого время просмотра я могу назвать ну первый кто на ум пришел несколько имен это мизинец в первых сезонах ван тиреон вот то что право да там прям такие крутые персы они да мне поэтому нравится в герман не сглорит он потому что лари стронг это такая версия мизинца на минималках игры престолов твой любила да 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 прям как он твой любит 0 любит нас в пацанах ну и тесно холмлендер разумеется но но тут без вообще гарантия то точно точная копия тебя потому что нет но просто хорош у болтан жена любимый персонаж игры престолов это он грейджой вот это считаю что он литра милон а в breaking bad ну в баке будет естественно волтер white вот это литра лимит ладно шучу я настолько уникален что нигде ни один персонаж меня не отображает на по проценту поэтому никто не литра лимит эксцепт меня не понимают я опережают во время поэтому у меня низкая активность потому что и меня не осознают еще вот не доросло человечество дома его конце морю вы ассоциируйте себя с лилушим вот я смотрел я еще пытался смотреть это вот аниме как раз как он называет лилушим я забыл уже даже скажите отъезд код гиас да мне же очень знаменитый вопрос и серии до вопрос максим вопрос еще говори максим спрай про то параллельно еще начать отвечаю максим спрашивает кто мой любимый наш в легенде оба ангел там ну звука может быть ли айра айра конечно айра конечно дядя айра туп один всегда олимп пишет что я тот из магических какой из магические отказы вот из почему бы нет тимур тимур вопрос вопрос смотри найдется ли в аниме произведение равняться хотя бы на скибеди туалетов найдется ли равное хотя бы по значимости такой прям абсолютно аналога я привести не могу но я могу сказать что некоторые моменты в джоджо могут по соревноваться особенно например вот тот мем со свиньей в унитазе вот это я поставил бы на мой на один уровень скибеди туалет не понимаешь который в консильере то не был сил вроде на все ответил я не смотрел и не собираюсь он слишком много сезонов тимур того чела который в турнире напевал пола выносит всех да это я так у тебя 15 взрослая женщина чему здесь быть не может там по ночи любит но я предполагаю 76 так это слишком уже это уже слишком там около трех-четырех дубы 142 ты думаешь существуют люди не ну это ты прям милс назвал до годика нужно у тебя написано в ней кипятнадцать в конце я думаю что это возраст может быть просто вы не подумайте там карапузов каких-то имя нет ничего подобного просто у собак там немного другой другие периоды жизни чем у человек там 15 лет человека как один голос относительно собаки надо относительно собаки вы чё черти делаете вы оскорбляете мой подписчицу называю собакой петел я в ответ сейчас будет литвы ладно 16 она сказала реально угадал почти 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 три с половиной нормально этот сколько мне дадут за это это множество да япончик просто не выдержал и свалил отсюда нахер он не выносит я тут я просто как подкапливал яблочный яблочный пончик 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 закинь прям конкретно черных я хочу поугарать тебя оскорбляет он называет тебя пончиком что ты ему ответишь ну я терпила угадать какой стране шоу понятно споров фандом споров фандом споров я угадал нет болтанжела не в казахстане это защита было похоже на шутку кашель это было смешно да блин мне 17 все забыли вообще что она здесь сидит она сказала что семнадцать и это очень маленький рот для даже для девушки семнадцать лет нет прикрепить нет прикрепить очень мало это вот это вот так на 17 сантиметров это будет 6 и добавляет еще 11 117 это вот согласие ну нет я бы не стал рисковать в любом случае а я пойду бабанк я пойду ва-банк давай пока яблочный свалил точно вот вот кого тут нет я тут выдержал я тут яблочный японский который вот друг чела да друг чела ну того самого да давайте четырнадцатый слайд ну да чуть осталось но этот сам я добью я добью давай затапай мне весь экран тимур что вы думаете от президентской гонки джо байдена есть шансы есть у трампа вообще если они у него так смысле нет уже никогда выиграю байдена он же вышел из нее тимур 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 я бы хотел узнать мнение тимур я не буду дать политику вот вот такой вопрос вот как бы вот как вы смотрите вот кто победит как думаете конор и хабиб вот если бы вот если гипотетически они будут драться вот кто победит вообще смотри они же дрались ну а если все-таки они будут драться это даже представить сложно это же бред у этот хабиб это же фанат хонора он не будет никогда да 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 точно болтанжело спрашивает на какой я серии в джорджу вот я говорил на 12 посмотрел половину сезон до конца знаете приходи тебя давно на стримах не было я думаю завтра все таки трансляцию провести на твиче можете тоже заходить в дискорд и со мной смотреть аниме попадете в нарезку меня впустите меня допустим а ты чё ты смотрел ты фанат жил чел я одну дай и так я с 2019 по 2022 съел в фондом из джорджа я подумаю над этим я отвечаю вот здесь рисовать его картину там будет человек с таким пуском взглядом я и выиграл выиграл просто все время алим сарян у тебя реально сумме тебе давал достаточно шансов ты всегда сумел поэтому давай в другой раз он прям не сдается я слушала линьки за кружу на версия болтан анджела то что хабиб съедает коннор и выпивает килограмм водички несопоставимо потому что он собаки тимур прикинь по поводу хабиба я тактика угорал где он он говорил что про мурада знаешь мурада давным-давно ну кого-то дагестанцы хабиб такой говорит это не дагестанцы истинный дагестанец он живет по понятиям по доброй воле короче и недавно у хабиба обнаружили что он типа налоги не платил на 150 миллионов и абсолютно не удивлен 0 удивлений у нас и не удивительно кстати он именно говорил то что мурак себя отвратительно вел он приехал до очень плохо я себя повел приехал резать это волгоград или москве неважно она пусть на короче на 400 вы таксиста кинул но это ну херово поведение хабиб он так за этого посудил и сказал то что нормально дагестанец вести не станет и добавил добавил еще про килограмм водички на это еще тимур на вкусе что он же он же это в кур он же вообще человек ходячий мем он говорил в одном интервью отец меня заставлял в детстве полдня учишься за угроками полдня качаешься потом говорит килограмм водички офигенный в этом борту и так далее следи за этим удивительная готов был поставить туда в телеграме сила все такое мне нравится только танцоры и конечно победил гучих амадара или мухаммед али мне нравится тимур как ты мухаммед али произнес мне нравится тимур потом замолчал и продолжает разделяет муха я не ну то что я вам всем нравлюсь это я знаю иначе вышло от и ты видел вообще их лица типа этого хома марки за один раз марки за разок видал он и чё-чё-чё написано на его надгробие максим там охот смеха не больше ничьи ну твое лицо видел ты как-то скидывал фотографию в дискорд я найду если поищу ну твое видел да ну индра хомо сапиен выглядит как мадамо я я скидывать не буду потому что меня один раз выгнали страны из-за моей красоты чем на земле как скибеди туалет вот чела хорош я представляю как и виде туалет тебя скинешь когда-нибудь типа из окна на 100000 подписчиков тимур палит лицо огнем окна я покажу на 10 подписчиков прямо на стриме сегодня обратились вот ни один ни разу на вы не сказал и в комментариях никто ни разу на вы не сказал что я три раза обратился на вы когда спрашивал помимо конечно все равно меня сегодня на этом стриме я только что вы сказали себя опять я не помню ну ладно в комментариях сколько вы сегодня украли но я это просто не ушел лагер все вот любой текст в котором слова кошелек есть его от тебя просто игнорирую я не вижу вообще я отключу не может когда вы сделаете подборку топ-10 самых смешных портмоне которого украли ждем обзор будет в десятке только твои у нас опять столько у тебя ворую ну и у япончик который позволяет электронные кошельки воровать на последнем стриме на твиче выяснили что у меня есть танк который я отправляю в разные точки света воровать там в россии у япончика там в италию максима у тебя там где-то там уже блин вряя но черт чел хорош пригласил он вышел я должен был во пользу совершил ошибку я сказал добрый вечер так я уже тебе отвечал на это полтунжева я забыл кто из вас был мадара факт и в telegram зарез искать мадара факт здесь больше не тимур со всяцами здесь я да я главный мадара факт и я ответственно от лица главного мадара факта заявляю что мадара в топе сильнейших персонажей наруто занимает 237 место ну вот так потому что смотри на первом месте я уже говорил же ты учишь тон 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 потом тентен это не усопа кто меня невозможно с кем-либо потому что я у каждую секунду меня меня буквально жалуфи стоит в тик токи пример вот у меня сейчас мир пир это луфи стоит на хомо саркинсом гриффит стоит в этом в telegram и вообще там сколько сотни аватары купить свой канал со всем она совсем от жизни у тебя на мандару стоит у кого есть никитоса вы параллельно потому что внимание бане вот кто сейчас подписался на дискорд у меня вопрос всегда был у меня всегда вопрос был хомо саппиенс хомо саппиенс у меня вопрос всегда был как мода работай алмайт давайте не про мадару пожалуйста все закройте но он мальтон ты как будет контрить ну буквально будет двигаться быстрее скорости звука и я его не увидится слишком неудобным почти 20 короче пишет кикни их он хочет чтобы я вот раз его кикнул чтобы я вас тоже всех сейчас выключил но на самом деле я это скоро сделал потому что стрим что затянулся говорим уже ни о чем поэтому наверное можно заканчивать постепенно и можно заканчивать до часки беди туалет разговариваем если хотите я скибеди вето я могу все объяснить давай астроскорпион да 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 джимена вообще только из-за из-за сюжета спасли астроскорпион должен разорвать его смотрите либо мы сидят взлать сюжет вас обсуждаем скибеди туалет и на на серьезных щах либо я заканчиваю стрим два варианта у нас выбора выбора особо нет потому что человек уже начал вы уже в этом хорошо я сейчас и отвечу на последний вопрос из чата и будем задать кибеди туалета тимур где ты сейчас остановился на ванписи я прочитал пятую книгу там в конце они при приплыли на какой-то ледяной остров по пути в алабазу спасать какую-то там принцессу вот там я становился примерно а этот ты на этом уже да и не так на самом деле он уже целый день на целый год на так что я двигаюсь следующей неделе уже начнут выходить обзоры 4 а нет а нет все правильно 5 книги да вот как раз уже через неделю будет распаковка а потом сами обзоры начнут так что я буду отлично летит туалет и смотрите самый духовный персонаж скибеди туалетах это камера мэн потому что ну смотрите вы видели он лайк всегда ставит а джи мэн это как злой о как мадаро он щит помоги туалета он как мадаро скибеди туалета мадаро не злой ладно я пойду пожалуй пишет болтанжела ладно тут короче от 0 зрителей будет за то что мы ходить и туалета давайте будем обсуждать кмеди туалеты до тех пор пока ноль зрителей не будет а там то только самые стойкие короче спустя три часа мы с челха росла вдвоем если говорить о самом сильном скибеди туалете ну версия вообще в общем я думаю это астраджаггернаут видели его руку вообще да 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 в конце кстати сколько козы серии выжать и давно кстати не обновлял 76 вроде 76 последний как я по моему 7 лет или 75 посмотрел надо обновить мне нравится что там начали лор раскрывать то есть все идет к тому что нам раскроют откуда взялись кибеди туалет какая у них мотивация там флешбеки пошли там разговоры диалоги реплики начались полноценных япончика япончик пропал здесь не вот чат пишет хочет вернуться а как него вернуть япончик ты выйди и снова зайди мы тебя впустим наверно мир пирта уже из а вот уже а мир пирта пишет впустите в общем появилась новая раз это самое крутое самое лучшее я у нас не три термин с не две стороны а три стороны всего все против друг друга дерутся а это самое крутое когда появится третья сила это всегда интересно я когда завтра буду выкладывать запись этого стрима я специально тайм-код поставлю на начало пушкинский беде туалетов чтобы люди понимали где начинает настоящий с тем кто запоминает и буду ассет и беде туалета не для всех подростов это это семейная не увидел не увидел знаю научила андрей смайер александр александр нет не знаю пока как все уходится выгулять из лайков добьем а потом уходите потом можете идти 15 до 15 просто от души с удовольствием тимур загугли смайла я на лайк я не хочу сейчас ничего гуглить я уже это фото шли там же это очень просто отошел блин знаешь о чем сейчас думаю а что если сделать отдельный стрим где мы с тобой будем обсуждать скипи детали это прямо начал до конца давать я за я можно серии смотреть отдельно серии блин точняк слушай сколько длится еще посмотрю сколько длится пока что все серии там вроде около двух часов можно кстати такое устроить где туалет а час 55 вместе с 76 серии час 55 мы реально можем это посмотреть на стриме на тачаном не слушать все в чате пишите порно помните на твича реально или или сиктоке как думаешь где лучше на твич или в тиктоке тиктоке что же можно смотреть я на твича не смог твой аккаунт найти смысле ссылка есть корде ты чё каждый раз каждую неделю скидываю каждую субботу туда скидываю в объявление это слишком далеко находится подожди у тебя вообще твич то работает твич да а короче мы сделаем обманули меня я мы сделаем стрим по скибеди туалетом с чем хорош когда я досмотрю третий сезон джоджо вот между третьим между вторым и третьим сезоном джоджо устроим отдельный стрим по скибеди либо-либо какой-то вообще отдельный день не знаю посмотрим но это будет я уже много этой идеи это будет хорошо ответьте на вопрос на какой вопрос был пожелать уже ушел и бери туалетов есть предатель или сюжетные повороты да да там все это я и да астас кибелист они изначально хотели быть за этих они засыпали туалетов должны были быть изначально отжимаем плохой отказался мне уже тик-ток предлагает фильтровать нежелательный комментарий из-за вашего этого из-за вашей порнухи нет вот это функция есть вот например астрос кибелист они используют эту технику там к блин мне ладно я утверди ладно давай я предлагаю чем о чем а потом сделай стрим под кибели вот я досмотрю в конце месяца джоджо на твиче и сделаем на твиче если бы не смотреть то после джоджо между вторым и третьим сезоном ты говорил тимур ну что ты тоже еще год будешь смотреть я говорю третий второй сезон не весь лучше второй сезон ты меня внимательно слушает блин а когда ты четвертый будешь смотреть четвертый самый лучший сезон я прервусь один раз на стебе де туалет один спешил а потом самый лучший лучше знаешь как сделай так он просто на день не смотрю дополнительно древо уже тратки виде туалета с ними но четверто это прям нельзя пропускать лучший сезон вот если стран если можно сравнить с кибели туалета с аниме то максимум можно сравнить только с 4 сезона вот единственный достойный с кибели туалетов сравнение король либо может сделать дать и наверное лучше в тик токе в тик токе посмотрим тут же тоже можно смотреть с кибели туалет и лучше в тик токе тогда страдает и джод тогда джоджо на твиче я буду смотреть как обычно без перерывов проски беди обсудим мы посмотрим на тик токе например на следующей неделе как то как вам такая идея тимур мафиевский мафиевский виде туалетах тоже есть тимур тимур насчет твича я круче недавно смотрел какие-то видео как там люди рассказывали или поднимались хочу эту полюду что ну снимать раз в неделю но очень плохо будет для этого понимаешь то есть я смотри я же еще нарезки делаю смотри у меня есть стрим два часа там два с половиной на котором я смотрю три серии потом мне это нужно скачать на следующий день загрузить на бусте полную запись чтобы лежала нарезать реакции на каждую серию то есть это занимает у меня потом еще ну несколько дней минимум два-три дня после этого если я буду у тебя еще два у тебя еще два насчет насчет джоджо хотел сказать это такое прямо козырное аниме но очень крутое обычно люди в таком формате когда начинают подниматься они сначала смотрят какие-то 12 и и подобные такие дерьмовые аниме поднимаются уже потом начинают ставить такие как наруто джоджо палищи и так далее есть свободный график как тебе что добавить еще один день типа стримована твича это будет снимать именно вот такие аниме они сколько длятся буквально 18 серии пропускать ending opening сотри я я составил вот те графики график недели состав 3 понедельник будешь смотреть какие-то туалет и во вторник будешь анализировать что смотрел в среду будешь пересматривать киби-туалет и обсуждать киби-туалет и лизинг канала думаю можно посмотреть джоджа а в остальные дни ты снова пересматриваешь киби-туалет и короче насчет стримов из-за того что я еще стримлю раз в неделю в тик токе я и так два раза в неделю стримлю получается мы просто один раз в токе один раз на твиче еще раз еще больше стримить на твиче я к сожалению даже со свободным графиком не могу у меня и так много времени слишком на это уходит так что пока ну как как есть так есть если бы понимаешь жанр с киби-туалетов жанр с киби-туалет спрашивают но это романтика там все жанр там кстати вот болтанжела спрашивает лучше лето чем волтер white этих больше скажу там буквально есть волтер white и 6 я тебе отвечают киби-туалетах есть волтера ладно не верю факты там есть майкл джексон там есть баньки-туалет бежит и кричит и и и от него надо убегать вот так удивляйтесь буду бы не смотрели с киби-туалет я и смотрел драма там тимур тимур вы будете проходить режима в ровности под киби-туалетом короче боли сыр они я вечер выделим его свое это хрень давайте так следующая пятница разговор у справки беди-туалета целиком весь стрим смотрим сначала два часа потом создаем целом хорош япончик такое не подписывался я думаю да потому что у меня очень мало идей вообще у меня закончились мысли по поводу таки поэтому давайте в тик токи чтобы я пошел в зал это болезн произвел разрушил свои мышцы ног там я подумаю тебе с киби-туалет и на туалете нормально короче все я заканчиваю стрим я устал мне жарко я хочу спать у меня болит горло не могу продолжать мы же лор не разобрали мы же лор не разобрали мы будем разбирать через неделю это реально и не шучу я реально сделаю стрим по с киби-туалет мы там полностью пойдем вообще ну так что вам всем кто были здесь спасибо за 17 тысяч лайков всего лишь один подарок был это конечно печально но вы сделали такой выбор это на самый большой я монет людей которые тут у меня зерва нет тимура оговорился пропадать что у меня монета закончились просто а окей короче более мне это закончили не получено время скорее всего получилась полная билиберда и не знаю как это будет завтра на тайм-коды делить но постараюсь завтра появится эта запись на ю тубе завтра также вечером в это же самое время будет 3 на 2 2 2 2 всех вас туда приглашаю ссылка есть в описании профиля либо до анонсы нарезка будет чего стрима нет стрима завтрашнего на твиче да все последние монеты ушла я заканчиваю стрим всем спасибо и спокойно пока